Лесные пожары, которыми охвачена Сибирь, наводят на мысль, что холодный май в Поморье – это не так уж и плохо. Впрочем, чем ожидать худшего, лучше его предотвращать. И это не пожелание, а обязанность, которая возложена правительством России на всех, чьи дома и земля прилегают к лесу. Вот с этого года у нас изменились требования, и в соответствии с законодательством у нас все участки, которые ограничены с лесом, в том числе и дачные участки, должны быть очищены 10-метровые полосы от всякой растительности, порубочных остатков и сухой травы, где это возможно проложить минерализованную полосу. По сути, это перекопанная земля, на поверхности которой нет растительности, а значит на пути огня возникает барьер. В садовоческом товариществе Ильма в качестве минерализованной полосы выступает дорога, которая отделяет строение от лесфонда. Впрочем, говорит председатель СНТ Сергей Глоба, она не освобождает дачников от обязанности принимать противопожарные меры. И не только на участке, но и на прилегающей к нему территории. Касается это и тех, чьи сотки находятся в отдалении от леса. Вот это вот наличие сухой травы является таким потенциальным источником пожара. То есть, поскольку это, значит, место общего пользования, любая брошенная, значит, брошенный окурок, спичка, либо просто, значит, от выхлопов того же автомобиля, это все вспыхнет, и вот при такой ветреной погоде здесь будет очень сложно что-то остановить. За забором на самом участке складированная сухая трава – прямое нарушение правил пожарной безопасности. Как уверяет старший инспектор МЧС Роман Полищук, немало грех и на этой даче. Дом строится фактически на границе леса, а должен минимум в 15 метрах от него. В данном конкретном случае здесь ширину, полосу шириной 10 метров не айтистит, потому что как бы уже идет граница между участком и лесом. В данном случае собственник должен сделать милизованную полосу шириной не менее 50 сантиметров. От чего она реально может обезопасить? Всего полметра. Ну, данная полоса, она в принципе только может обезопасить от травяного пожара. Куда в большей безопасности находится дом Читы Галышевых. От леса он метрах в 50. При этом общие правила пожарной безопасности хозяева соблюдают круглый год. Мы обязательно убираем всю сухую траву, всю листву, потому что мы же тут, дача находится в лесной зоне, деревья на участке есть, поэтому очень много листвы. Поэтому мы всю ее собираем осенью и в компостную яму. Во-первых, это и удобрение, это и противопожарная защита. Вот, потом, значит, все сухие ветки у деревьев тоже обрезаем. Убираем территорию за забором, которая тоже много травы сухой бывает. Учитывают дачники и то, что садоводческое товарищество стоит на торфяных почвах. Их друзьям неосторожное обращение с огнем уже аукнулось. Пожарили шашлыки, уехали, и выгорела огромная торфяная яма. Хорошо соседи заметили, что идет дым, позвонили им, и приехали, и начали тушить. Тушили не одну неделю. Затушить торф очень сложно. Мангал на участке Галины и Виктора, скажем так, правильный. Над растительностью возвышается, да на железный лист опирается. Ни угольки, ни искры на траву не упадут. Если что, у хозяев в наличии обязательное противопожарное вооружение. Есть у нас первичные средства пожаротушения. То есть у нас четыре бочки с водой. Одна бочка всегда полная. Ну, водоем тут есть небольшой у нас. Есть лестница пожарная, можно использовать огнетушитель в доме. И это не чрезмерная предосторожность, а норма. Особенно если учесть, что в прошлом году в различных садоводческих товариществах области произошло почти 130 пожаров. Некоторые с летальным исходом. Алексей Карельский, Владимир Орлов, Архангельское телевидение.